В марте 17-го года, всего лишь через несколько дней после падения монархии в России, солдаты из гарнизона в царском селе решили найти могилу Григория Распутина. О том, что его похоронили где-то здесь, в бывшей летней резиденции русских царей, слухи ходили давно. Говорили, что в гроб убитого царская семья положила несметные сокровища. Вскоре захоронение действительно нашли. Правда, никаких ценностей в нем не было. Но новости о том, что обнаружена могила Распутина, быстро разлетелись по окрестностям и дошли до Петрограда. После этого Временное правительство приказало взять могилу под охрану. Распутин был тогда одним из самых мрачных символов царского режима. Его ненавидели и революционеры, и либералы, и просто образованные люди. Даже монархисты считали, что своей близостью к царской семье он позорит саму идею монархии. Все знали, что где-то там, в царской столице, сидит пьяный мужик, который обладает каким-то сверхъестественным влиянием, который, по слухам, едва ли не сделал рогоносцам самого государя. Но многие из крестьян и обывателей считали Распутина святым человеком, который помогал людям. Он даже говорил, что ты делаешь в тот момент, когда ты лечишь людей. Люблю их. Керенского серьезно беспокоил все возрастающий ажиотаж среди обывателей после обнаружения могилы Распутина. К ней началось массовое паломничество. Некоторые даже начали собирать снег с могилы, который считали чудодейственным. В ночь на 9 марта гроб выкопали. У здания, где происходил его осмотр, собралась огромная толпа. Тяжелую цинковую крышку гроба толпа просто разломала на куски. Каждый хотел взять себе кусок в память о человеке, о котором ходило столько легенд и было столько мифов. После осмотра гроб под усиленной охраной отправили в Петроград. В правительстве постановили перезахоронить Распутина так, чтобы уже никто и никогда не нашел его могилы. В ночь на 11 марта грузовик с телом Распутина выехал из Петрограда. Но за городом он заглох, и тело решили сжечь прямо на месте. Развели костер, останки облили бензином и бросили в огонь. Пепел разбросали в поле. Вокруг фигуры Распутина по-прежнему идут нескончаемые споры. Одни считают его шарлатаном и ловким интриганом. Другие – святым старцем, патриотом страны, которого оклеветали и убили заговорщики при участии агентов иностранных спецслужб. О Распутине сложено множество легенд и мифов. Якобы он умел предсказывать будущее, был германским агентом и любовником императрицы, имел способности целителя и экстрасенса. Если бы царь послушал его, то в России не было бы революции. И так далее, и тому подобное. Что же здесь правда, а что ложь? Могли ли враги действительно оклеветать этого человека еще при его жизни? И кем был Григорий Распутин на самом деле? Давайте разбираться вместе. Смотрите прямо сейчас. Был ли Григорий Распутин настоящим провидцем и народным целителем? Или просто гипнотизером? Какие отношения связывали Распутина с императрицей Александрой Федоровной? Голый старец и голая Александра Федоровна. Дескать, они, после истомленной любовными ласками, принимают ванну и так далее. И правда ли, что в полицейской картотеке Распутин проходил под кличками Русский и Темный? 1 ноября 1905 года Николай II сделал очередную запись в своем дневнике. Его он вел много лет подряд, почти до самой гибели. Холодный ветреный день. Был очень занят все утро. И чуть дальше. Познакомился с человеком божьим, Григорием из Тобольской губернии. Этим человеком и был Григорий Распутин. Благодаря знакомству с царской семьей начался взлет его карьеры в Петербурге. А слухи о необычном мужике из Сибири, к советам которого прислушивается сам император, вскоре поползли по всей России. Это съемки одного из телесериалов о Григории Распутине. Сегодня он считается чуть ли не самым популярным киногероем во всем мире. Здесь его роль исполняет известный актер Владимир Машков. Он уверен, его героя оклеветали еще при жизни. То, что ему приходилось переживать, они не были неподвластны человеку без невероятного стержня. Ломали, ломали, гнули. Григорий Распутин родился 21 января по новому стилю 1869 года в селе Покровское в тогдашней Тобольской губернии. Житель села Виктор Пролупщиков очень похож на своего знаменитого земляка. Это удивительное сходство объясняет их старинная семейная легенда. Моя прабабушка служила у него в услужении. Помогала там по дому, по хозяйству. Может, погрешила с ним, может, вот, а как-то, может, эти гены в третьем поколении передались. Так что неудивительно, что Пролупщиков собрал множество рассказов, ходивших у них в селе о Григории Распутине. А говорили разное. Что в молодости он пил и прямо на улице дрался со своим отцом-ямщиком, который ругал его последними словами. Вроде бы, будущий царский фаворит воровал сено и продавал его на ярмарке. Обратно в село часто возвращался побитый, пьяный и без денег. Сам Распутин вспоминал, что в детстве и молодости много болел. Страдал, например, бессонницей и ночным энурезом. Вроде бы, от этих болезней его излечили в Верхотурском монастыре на Урале. А потом он изменил свою жизнь. Бросил пить, курить, есть мясо, отправился в паломничество по святым местам и побывал на горе Афон в Греции и в Иерусалиме. В 1890 году он женился на такой же паломнице Просковье Дубровиной. Она родила ему двух дочерей и сына. Тогда же, по его словам, он обнаружил в себе необычные способности лечить людей и животных. Однажды Распутин вылечил захромавшую лошадь. Он просто приложил ей руку на копыто, и хромота прошла. В другой раз спас от смерти маленькую девочку, которая умирала от воспаления легких. И тоже просто приложил ей руку на лоб и долго читал молитву. Именно тогда вокруг фигуры Распутина начали рождаться первые легенды. И для этого были вполне реальные основания. Распутин обладал способностями целителя. Это совершенно очевидно. То, что знал он или не знал, имел ли он какое-то отношение, имел ли он хотя бы какое-то представление о медицине, мы не знаем. Но то, что он мог лечить, это тоже правда. Житель Покровского Виктор Пролупщиков считает, что дар целителя мог передаться ему от возможного предка по наследству. Я могу зарублять ранки, не прикасаясь. Синяки могу сводить. Если есть у кого болезнь, головные боли, могу снять. Слава целителя богомольца и стала главной причиной появления Распутина в окружении императора. В таком человеке как раз и нуждалась царская семья. 30 июля 1904 года на свет появился долгожданный мальчик, наследник престола, цесаревич Алексей. Однако вскоре Николай II испытал настоящее потрясение. Выяснилось, что наследник болен гемофилией. Гемофилия – это несвертываемость крови. В этом случае любой порез, любая царапина, любой ушиб могут привести к очень обильному кровотечению. В отдельных случаях это, конечно, может привести и к летальному исходу. В то время гемофилию лечить не умели. В среднем люди доживали лет до 40. Будучи людьми глубоко религиозными, и Николай, и особенно его супруга, надеялись теперь только на Бога. Или на какого-то его посланца, который поможет их беде. Именно в это время и появился Распутин. В марте 1917 года Временное правительство создало специальную комиссию, которая должна была изучить влияние Распутина на царскую семью. Она получила название «Комиссия по обследованию деятельности темных сил». Ее возглавил известный юрист Владимир Руднев. Он стремился составить исключительно объективную и непредвзятую картину деятельности Распутина. И тщательно изучил жизнь друга царской семьи, вплоть до мелочей. Один из его выводов – старец, несомненно, обладал сильной степени какой-то непонятной внутренней силой, в смысле воздействия на чужую психику, представлявшей род гипноза. С Николаем и Александрой Распутина познакомили родственники императора и фрейлина императрицы Анна Вырубова. Они уже знали о нем как о святом человеке, страннике-богомольце и целителе-проповеднике. Распутин вскоре показал, на что он способен. Он действительно не раз облегчал приступы болезни у наследника и останавливал кровотечение. Это было подтверждено и Боткиным, и так далее, и так далее, что у цесаревича проходили приступы. Он все чаще появлялся в покоях императрицы и императора. Получил даже придворный титул возжигателя царских лампад. Называл царя папой, а императрицу – мамой, а она его – наш друг. Императрица Александра Федоровна видела в Распутине действительно святого, посланного ей Богом, чтобы спасти ее сына, спасти ее мужа и спасти Россию. Эту мистическую связь между Богом, народом и царской семьей по роли посредника выполняет уникальный дар Бога Григорий Ефимович Распутин. Человек, который спасает жизнь ее сына, которого она боготворит. Распутину выделили квартиру на Гороховой улице. Она оплачивалась из государственных средств. Вокруг него мгновенно образовался круг почитателей. Появились в окружении Распутина и люди, которые хотели воспользоваться его близостью к царской семье. Постепенно о нем поползли слухи, как о сером кардинале императора, который может решить чуть ли не любой вопрос или устроить любое нужное ему назначение. Он действительно писал сановникам записки. И действительно с легендарными словами «милой и дорогой». Он действительно просил кого-то куда-то устроить, но на самом деле слава серого кардинала сильно преувеличена. Никаких министров никуда Распутин, естественно, не назначал. Хотя сам при случае всегда говорил, что может это сделать. С февраля 2012 года департамент полиции установил за Распутиным постоянное наблюдение. Этим решались сразу две задачи. С одной стороны охрана, а с другой сбор компромата. Среди русских политиков и высокопоставленных чиновников, в том числе в департаменте полиции, число врагов Распутина прибавлялось с огромной скоростью. По Петербургу ходили слухи, что какой-то малограмотный мужик запросто ходит к царю, в его отсутствии посещает императрицу и вообще дает советы по управлению государством. Сам Распутин об этом прекрасно знал и не забывал напомнить маме или папе, что многие завидуют его положению и поэтому клевещут на него. Даже появилась версия, что недруги Распутина из департамента полиции проводили специальные операции, чтобы скомпрометировать его. Вроде бы у них были двойники Распутина, которые ходили по различным злачным местам. Агенты, представленные следить за Распутиным, естественно, это фиксировали. Потом эта информация докладывалась правительству, великим князьям, ну и, говоря современным языком, просто сливалась в газеты. Но свидетелей загулов и развлечений Распутина было так много, что эта версия вряд ли может показаться правдоподобной. Денег у старца было немало. Он просаживал в ресторанах средства, которые поступали к нему в виде подношений и пожертвований от его поклонников и различных просителей. Распутин часто хвастался своим положением при дворе и подарками от царской семьи. Распутин любил в пьяном загуле показывать какую-то необыкновенно красивую свою косворотку, какую-то показывать вычеркно красивый узел на ней, говорить то, что Сашка сама шила. Эта болтовня Распутина и слухи о его секретных визитах к императрице породили и другие слухи о том, что они состояли в интимной связи. Публиковались якобы подлинные письма императрицы к другу, весьма пикантные и смелые. После свержения монархии они были взяты на вооружение в пропагандистских целях. С чего начинает любая власть, пришедшая на волне переворота? Она стремится делегитимировать бывшую власть, показать ее властью преступной, подлой, мерзкой и грязной. В 1917 году начинают появляться какие-то омерзительные порнографические открытки, на которых изображался голый старец и голая Александра Федоровна. Дескать, они, после истомленной любовными ласками, принимают ванну и так далее. Все это, конечно, не соответствовало истине. Но слухи о многочисленных любовницах старца, вероятно, все же были не лишены основания. Вокруг Распутина сложился кружок его поклонниц, которых он сам называл «мои дуры». Известно, что он любил мыться в бане с молодыми женщинами. В отчете о деятельности Распутина Владимир Руднев отмечал, «Амурное похождение Распутина не выходит из рамок ночных оргий с девицами легкого поведения и шансонетными певицами, а также иногда и с некоторыми из его просительниц. Что же касается его близости к дамам высшего общества, то в этом отношении никаких положительных материалов наблюдением и следствием добыто не было. Но имеются показания, что в пьяном виде он старался создать иллюзию своей интимной близости к высшим кругам». После начала Первой мировой войны слухи о влиянии Распутина при русском императорском дворе станут важнейшим политическим фактором. Тогдашний председатель Госдумы Михаил Родзянко вспоминал. «В обществе только и было разговоров, что о влиянии темных сил. Роковое слово «измена» сначала шепотом, тайно, а потом явно и громко понеслось над страной». «Под темными силами» подразумевался прежде всего Распутин. По Петрограду ходили слухи, что он связан с немецкой разведкой и что вместе с императрицей, немкой по крови, якобы нашептывают царю предательские советы. И что вскоре они заставят безвольного Николая заключить с Германией сепаратный мир. Говорили даже, что покой царицы с кайзером Вильгельмом соединяет прямой телефонный провод. Что же касается Распутина, то молва почти открыто называла его агентом германского генштаба. Так ли это было на самом деле? Григорий Распутин, конечно, не был агентом германской разведки, а вот его окружение, люди, которые к нему сначала обращались за просьбами, а потом составляли его свиту, те, которые его обихаживали, которые стремились ему угодить. Среди них, конечно, могли быть немецкие информаторы. Как ни странно, но эти слухи были связаны с другой легендой о Распутине, о том, что он мог предсказывать будущее. И он делал это. Сегодня много говорят о невероятных пророчествах Распутина. Якобы он предсказал блокаду Ленинграда, начало Второй мировой войны, появление ядерного оружия, полет Юрия Гагарина и даже высадку человека на Луну. Но откуда же стало известно об этой способности Распутина? Публиковались, это мало кто знает, своеобразные очень такие утверждения, что ли, толкования слова Божьего Григорием Распутиным. Распутина при жизни еще превращали в легендарную, какую-то неслыханно мудрую фигуру, носителя какой-то поразительной политической философии, превращали его приверженцем. Действительно, в этих книжках давались различные толкования высказываниям Распутина. Например, в брошюре «Благочестивые размышления кающегося грешника» объяснялось, что Распутин предрекает будущие бедствия, войны и катастрофы. Правда, в очень обтекаемой форме. Но эти книги были не единственным источником сведений о его пророческом даре. Это уникальные кадры кинохроники. В роли укротительницы старшая дочь Распутина – Матрена. В 1918 году Матрена Распутина уехала из России. В эмиграции она прожила нелегкую жизнь и умерла в 1977 году. Она написала три книги-мемуаров об отце. И в них тоже немало места уделило его необычным способностям. О том, как он предчувствовал различные несчастья или мог точно определять, где воры спрятали украденные вещи. Но самые, как считается, сенсационные пророчества Распутина касаются событий далекого будущего. Вроде бы он предсказывал и блокаду города на Неве в 1941 году, и взрыв атомной бомбы в Японии, и полеты в космос. О последнем предсказании рассказывают так. Однажды, в ноябре 2013 года, Распутин долго смотрел на Луну, а потом вдруг сказал. Ишь, что американцы удумали. Хотят по Луне гулять и свой срамной флаг там оставить. Но ты не боись, мы первыми будем. Юрка будет. Находившаяся рядом фрейлина императрица Анна Вырубова, которая тесно общалась с Распутиным, спросила его. Что за Юрка? Князь из зодцев Юрий Павлович? И где будет? На Луне? А Распутин рассердился. Дура! Не на Луне курица, а в небе. И не князь этот твой. Что ж, звучит действительно захватывающе. Но откуда стало известно об этих случаях? Обычно говорят из дневника той же Анны Вырубовой, которая тщательно записывала все, что говорил и делал старец. Но легко убедиться, что ни в ее мемуарах, ни в опубликованном дневнике Вырубовой, который она сама, кстати, называла фальшивкой, о подобных пророчествах не говорится ни слова. Все эти рассказы – обыкновенная поздняя фальсификация. Называют якобы источник пресловутые мемуары Вырубовой. Для людей, которые увлекаются различными историческими сенсациями, это звучит вроде бы солидно. Но на самом деле это легко проверяется. Однако это вовсе не означает, что у Распутина вообще не было способностей предвидеть предстоящие события. Известно несколько подтвержденных случаев, когда он делал это весьма точно. В начале сентября 1911 года царь собирался в Киев. Там он должен был торжественно открыть памятник Александру Второму. Его сопровождал премьер-министр Петр Столыпин. Распутин знал об этом визите. Увидев Столыпина, перед тем, как тот отъезжал в Киев, сказал «Смерть с Петром идет». И действительно, 5 сентября 1911 года Столыпин стал жертвой покушения в Киевском театре. Или вот еще один случай. В 1916 году Распутин написал письмо царю. «До конца этого года я умру. Смерть мне будет насильственная и мучительная. Впрочем, как и ваше», что он писал царю. «Если буду убить из них твоего звания, по династии твоя, более двух лет не простоит. Под корень будет вырезано. И долго еще по России будет литься кровь». И в этом случае он тоже все угадал точно. Наконец, известно, что Распутин отговаривал царя от войны с Германией. Он считал, что она приведет империю к катастрофе. Но в решающий момент его не оказалось рядом с царем. Летом 1914 года Распутин уехал на родину в Западную Сибирь, в село Покровское. 29 июня, когда он шел по улице, к нему подошла женщина и стала ему низко кланяться. Со словами «не кланяйся», он хотел подать ей милостыню. И в этот момент она выхватила кинжал и ударила Распутина в живот. С криком «Ох, тошно мне!» он зажал рану и побежал по улице. Она бросилась за ним, но была задержана народом. Рана оказалась серьезной. Распутину пришлось лечиться больше месяца. Сам он говорил «Кабы не эта проклятая баба-злодейка, что мои кишки перерезала, не бывать в войне. А пока мои кишки заживали, немец стал драться». Кинжалом Распутина ударила некая Хиония Гусева. Она считала его колдуном, обманщиком верующих и лжепророком. Ее поместили в психиатрическую лечебницу. Из лечебницы ее выпустили сразу после февральской революции по распоряжению Керенского. Но в июне 1919 года у храма Христа Спасителя она совершает аналогичное покушение. В этот раз на патриарха Тихона. Причем по тем же мотивам, что и на Распутина. На этот раз уже Советский суд признал ее невменяемым. Раненый Распутин из Сибири послал царю 20 телеграмм, призывая его не вступать в войну. Он предрекал, что она приведет к гибели России. С чем же связано то, что некоторые пророчества Распутина исполнились? Он, несомненно, обладал незаурядным, практическим и по-настоящему мужицким умом. Пожив в Петербурге, он уже неплохо ориентировался в политической ситуации. Ему, например, было не так уж трудно понять, что Столыпину, уже пережившему несколько покушений, грозят новые. А как мужик из глубинки, он буквально нутром чувствовал, какие беды несет война для простого народа. Он не зря называл ее самым большим грехом. Распутин с его удивительными природными способностями, выражаясь современным языком, вполне мог стать весьма неплохим и самобытным политическим аналитиком. Собственно, он таковым и стал. А выводы свои он представлял в виде популярных тогда мистических пророчеств. Но после того, как война все-таки началась, Распутин выступал за то, чтобы вести ее до победного конца. Однако популярность рассказов о том, что именно темные силы во главе с Распутиным и императрицей склоняли царя заключить с немцами сепаратный мир, была такова, что им верили почти безоговорочно. Это крайне беспокоило союзников России по Антантии. Распутин превращался в их глазах в угрозу не менее серьезную, чем Германия. Для Британии всегда был самый страшный, наверное, для них повод и действие – это выход России из войны. Поэтому малейшие сомнения в том, что Россия будет продолжать войну, уже вызывали со стороны англичан очень серьезное беспокойство. В 1916 году царь произвел ряд важных назначений в правительстве, которые в русских, либеральных и прозападных кругах расценили однозначно. К власти пришли ставленники Распутина и сторонники мира с немцами. 20 января 1916 года император назначил главой правительства России Бориса Штюрмера, обрусевшего немца. Фамилия немецкая, наверное, играла роковую роль в его политической карьере, потому что именно к фамилии стали придираться. Штюрмер занял и пост министром внутренних дел. А 7 июля 16-го года Штюрмер стал еще и министром иностранных дел. Распутин повсюду хвастался, что все это сделано с его подачей. Новый премьер был ярым противником либеральной оппозиции в Государственной Думе. Она оплатила ему такой же ненавистью. Итак, премьер-министр немец, глава МИД немец, императрица немка. За ней стоит Распутин, который вообще был противником войны. И все они поддерживают связь с немецкой разведкой. Ходят слухи, что императрица сообщает секретную информацию кайзеру Вильгельму по прямому телефону. Примерно так изображало положение дел в руководстве страны оппозиция в 16-м году. 1 ноября лидер партии и конституционных демократов Павел Милюков, выступая в Государственной Думе, открыто обвинил российское правительство в измене. Он назвал императрицу предательницей, а премьера Штюрмера изменником и взяточником. Что это? Глупость или измена? Постоянно восклицал Милюков во время своего выступления. В ноябре 1916 года в секретной сводке МВД отмечалось. Всякий, кому не лень, распространяет слухи о войне, мире с Германией, германских интригах. А знаменитый певец Федор Шаляпин вспоминал. Любимца двора странного человека Григория Распутина, молва признала немецким агентом, толкающим царя на сепаратный мир с Германией. По достаточно меткому определению историка Мельгунова, разговоры о заговорах начинались за обедом, а заканчивались за десертом. Ненависть к Распутину объединяла уже самых разных людей. И великих князей, и младших офицеров, и либералов, и крайне правых монархистов. Многие из приближенных к императору буквально умоляли выслать этого мужика из столицы, чтобы снять напряжение. Но царь такие разговоры по-прежнему резко обрывал. Даже понимая одиозность фигуры Распутина, Николай считал, что никто не вправе обсуждать, кто и что происходит с его семьей, с его личной жизнью. Английскому послу в России Джорджу Бьюкинину царь раздраженно объяснял. Вы, по-видимому, думаете, что я пользуюсь чьими-то советами при выборе моих министров. Вы ошибаетесь. Я один их выбираю. Но Бьюкинин уже прекрасно знал, что человека, у которого царь, по слухам, спрашивает советов о назначении министров, скоро должны убить. Сюда, к дому номер 64 на Гороховой, подъехали двое. В автомобиле был князь Юсупов и доктор Лазоверт. По версии князя Феликса Юсупова, он приехал пригласить Распутина к себе в гости, чтобы познакомить со своей молодой женой Ириной, которой старец давно уже проявлял интерес. Вскоре они вышли из дома и сели в автомобиль. Глазоверт не душил двигатель, но автомобиль сразу направился на мойку, ко дворцу Юсупова. На улице было темно и безлюдно. Но во дворце Юсупова Распутина ждали и другие заговорщики, которые должны были в эту ночь убить его. Великий князь Дмитрий Павлович, известный крайне правый политик Владимир Пуришкевич и поручик Сергей Сухотин. О том, как убивали Распутина, написано очень много. Прежде всего, самими заговорщиками. Его вроде бы пытались напоить отравленной Мадерой, потом накормить пирожными с ядом, потом били по голове каучуковой гирей, несколько раз стреляли из пистолета. Но Распутин даже после этого проявил удивительную живучесть и попытался сбежать. И только потом его окончательно застрелили, а тело утопили в проруби. Но все эти свидетельства были противоречивы и запутаны. Сам Юсупов менял свои показания несколько раз. А после того, как тело Распутина нашли, на нем обнаружили раны от выстрелов, сделанных в упор, в живот, в спину и в лоб. Врачи утверждали, что от таких ранений он должен был умереть почти сразу. Убийство Распутина вызвало взрыв ликования. В Петрограде был скуплен весь наличный запас шампанского. И дворяне пели гимн Божия царя храни, считая, что теперь-то царская власть будет хорошей. И все дурное из нее уйдет. Грязный старец убит. Считается, что в последний раз в истории империи было публичное исполнение монархического гимна. Убийцы и не думали скрываться. За них вступились члены императорской семьи. Хотя Николай II заявил, что никто, будь он великий князь или простой мужик, не имеет права убивать, заговорщики отделались легкими наказаниями. Князя Юсупова выслали в его имение под Курск, а Дмитрия Павловича на Персидский фронт. Более того, есть версия, что одного из заговорщиков вообще не тронули и даже не упомянули его имя. Потому что он был представителем союзников и служил в британской разведке. Позже сами заговорщики рассказывали, что не раз обсуждали свои планы с сотрудниками британского посольства. О том, что британское посольство знало о готовящемся убийстве. О том, что заговорщики имели контакты с представителем британского посольства. Это факт. Но только ли этим ограничивалось участие англичан в заговоре? На самом деле есть и другая, поистине сенсационная версия. Петроград. На приеме в Зимнем дворце по случаю наступающего 1917 года Николай II завел разговор с английским послом Бьюккиневым. Он заметил, что у него есть сведения о том, что в убийстве Распутина замешан и один молодой британский офицер, который учился в Англии вместе с князем Юсуповым. Бьюккинев начал горячо возражать. Царь сделал вид, что поверил. Но о ком же шла речь? Кого подозревал русский император? Этим человеком был сотрудник британской разведки 28-летний капитан Освальд Рейнер. В то время он работал в Петрограде и прекрасно знал всех участников заговора. С Юсуповым у него была еще и любовная связь. В своих мемуарах Феликс Юсупов не раз вспоминает о своих встречах с ним в Петрограде. Он даже признает, что Рейнер знал о заговоре против Распутина и в день его убийства очень волновался за судьбу своего друга. Однако не исключено, что князь рассказал далеко не все. Например, о том, где был Рейнер, когда Распутина убивали. А судя по всему, именно выстрел Рейнера в Распутина и стал последним. Еще в начале 2000-х сразу несколько британских исследователей заявили, что убийство Распутина было подготовлено по инициативе и при участии британских спецслужб. Операция была разработана в Лондоне и получила кодовое название «Темная сила». Русские заговорщики играли в ней лишь вспомогательную роль. Английское посольство ликовало, когда стало известно, что Распутин убит. Это устранение было им выгодно. Распутина они косвенно боялись и посчитали, что он может, через Александра Фёровна, он может продавить ближение с Германией. Что для Англии было смерти подобно. Исполнителем же смертного приговора, вынесенного Старцу, был Освальд Рейнер, который одновременно являлся связующим звеном между русскими заговорщиками и англичанами. Анализируя фотографии убитого Распутина, английские эксперты пришли к заключению, что, по крайней мере, один выстрел в голову Старца был сделан из револьвера системы Уэбли. Русские участники заговора никогда не упоминали, что использовали револьверы подобной системы. Вместе с тем, Уэбли стоял на вооружении британской армии. И его довольно часто использовали английские тайные агенты. Однако, предположение о том, что убийство Распутина готовили англичане, и что агент их разведки участвовал в нем, остается в виде версии. Для обвинения доказательств пока маловато. Однако, слишком уж велика была заинтересованность Лондона в устранении друга царской семьи. И ничто не мешало Освальду Рейнору выполнить это задание вместе со своим другом, князем Юсуповым и его единомышленниками. Возможно, со временем мы узнаем новые факты о событиях той ночи, которая сыграла такую драматическую роль в русской истории. Вскоре, после смерти Распутина, погибла и империя. В этом своем предсказании он был предельно точен. Та звероподобная жестокость, которой дворяне убивали прорвавшегося к престолу русского мужика, она была такой, я бы сказал, репетицией того, что всего на все несколько месяцев спустя уже русские мужики будут делать с этими самыми дворянами только уже не в красивом Юсуповском дворце, а на всем пространстве бескрайней России. Тогда действительно казалось, что с Распутиным покончено навсегда. Вряд ли кто мог предположить, что и через сто лет о Распутине будут петь поп-группы, а его именем называть рестораны, трактиры или водку. Но ему все это наверняка понравилось. Он любил легенды о себе и ажиотаж вокруг своего имени. Тогда я скажу стихами, пусть село мое не броское, все же прекрасно ты покроское, ни китайны, ни распутаны, а кто растянет нас к Распутину. Похороны Распутина прошли 21 декабря 16-го года по старому стилю. На них присутствовала вся царская семья. Старца одели в шелковую рубаху с вышитыми на ней полевыми цветами. Тело обернули в кисию, затем зашили в полотно и положили в толстый цинковый гроб. Гроб опустили в гробницу на окраине царского села, на территории строившегося храма святого Серафима Саровского. Потом императрица регулярно приходила к могиле. Последний раз 27 февраля 17-го года. В Петрограде уже бушевали революционные страсти. Еще через три дня Николай II отрекся от престола. И история монархии в России закончилась. А у легенд и мифов о Григории Распутине новая жизнь только началась. Субтитры создавал DimaTorzok